Уже четвертый год подряд в Междуреченском техникуме практикуют научно-исследовательские экспедиции. Это сейчас выезды в красивейшие места нашей округи называются так громко. А с самого начала все носило весьма прозаический характер. Планировали при помощи походов, спуска по реке на катамаранах, привлечь больше студентов. Но сразу поняли, что галимый экстрим молодежь мало интересует. Им нужны открытия. А для этого, как нельзя кстати, подходит территория Бельсинского заказника. Экологи одобрили исследовательские инициативы техникума. Им важен материал, который мы им оттуда приносим. И образцы, и фотографии растений. У нас там есть фоторепортажи, фотографии вообще странного растения, которое мы никогда не видели. Потом насекомые, диковинные. Вот это все мы им отдаем фотографии. А уж как самим учащимся и преподавателям техникума интересно бывать в Бельсинском заказнике. Изучать тектонические разломы, находить новые растения и даже обнаруживать доселе неизвестные виды полезных ископаемых. Вот впечатление новичка. Преподаватель горного дела в первый раз ездила в экспедицию. Мягко сказать, я была не подготовлена к ней. Ни физически, ни морально. Я всегда полагала, что я живу в горном городе. И, соответственно, все окрестности должны быть исследованы. Все должно быть уже известно. Я никак не полагала, что буквально в нескольких десятках километров от своего дома попаду в места, где вот практически, знаете, нетронутый исследовательский полигон виден, где горные породы прямо выступают на поверхность, где, глядя на них, можно судить о формировании земной поверхности, о формировании нашей области. А еще исследователям удалось разрешить загадку гибели рыбы в междуреченских водоемах. Их версия – это результаты оживления вулканической деятельности. Ожоги серной кислоты. Слабой концентрации серной кислоты, ожоги. Это прям было вот на наших глазах. Около нашего лагеря, во-первых, ночью был сильный выброс сероводорода. Я прям проснулась в палатке от того, что такой знакомый запах. Он ночевал, а я одна. Сероводород, он держался очень долго. А через два дня они пошли на обнажение отбирать образцы и попали вот как раз на момент выброса серы и гибель гальянов. Мы сфотографировали гальяна с ожогом у него. Он чернить начал просто. Научные заключения – это не все, что привозят из экспедиции. Там получают еще и полезные бытовые навыки. Я как-то научилась готовить супы. Ну, я это как-то раньше не умела делать. Ну, плоховато. Ну, здесь вот как-то в походе, вот как-то получилось. Мне картошку чистили, там, помогали друг другу в хозяйстве и так далее. В общем, перед начинающими учеными еще много загадок и открытий разного рода. А вот что послужило поводом для еще одного удивления, так это победа в областном конкурсе фотографий по Золотому кольцу Кузбасса. Свои работы прислали почти 40 учреждений профобразования со всего региона. Наши – первый в номинации фоторепортаж. Смотрел на мир через объектив Алексей Бабанин. Говорит, фиксировал все ради интереса. А тут еще такой сюрприз. Никак не ожидал вообще. Думал просто, ну, как любительские съемки на память, что для отчета или просто так сидеть и вспоминать, смотреть фотографии. Тоже просто для души приятно. А здесь еще и победили. Победители будут чествовать в заповеднике Томской писаницы. Но они думают не о лаврах, а о следующей экспедиции. Говорят, будет нечто грандиозное. Это так интересно, это так любопытно, это так цепляет, извините меня за выражение. И я просто не могу найти себе сил отказаться. Вот и все. Понадобится мне это в моей профессиональной области. Это будет великолепно. Передам я что-то студентам. Это будет замечательно. Но даже если это все останется просто со мною, это уже очень много. Ульяна Карпович, Анатолий Горностаев. Новости нон-стоп.